Дежурная группа Раньше на этом месте стояли старые бараки. После мэрия все-таки решила выставить землю на торги для того, чтобы построить здесь спортобъект. Но, как мы видим, здание больше похоже на какой-то склад, нежели на сооружение для спорта. Известно, что торги на землю выиграл местный предприниматель, который занимается в том числе продажей колес и шин. Сейчас на территории мы никого не застали. Здесь нет ни охранника, ни администрации. Но, однако, как мы видим, работы по строительству не приостанавливаются, потому что приехала техника выгружать гравий. Так что посмотрим, что будет дальше. И от простуды, и от боли в горле, и от боли в голове, и даже вот гематогенки здесь появились. А все это появилось в СФУ. Здесь открылась наконец-то своя аптека. И студенты рассказывают, что ее очень долго ждали, потому что до этого ближайшая была только на гордока. Тут, кроме этого корпуса общежития, есть еще много других общежитий, где нет аптек. И всем приходится ходить вниз в аптеку. Иногда даже твои запасы, которые ты накупаешь, заканчиваются, а тебе прям срочно надо. И ты просто спустился или пришел из другого общежития, купил все, что надо, и довольный. Когда выходишь из медицинского центра, очень удобно по дороге в свое общежитие зайти сюда и сразу же купить необходимые таблетки, а не ехать на Курчатова. Руководство института рассказывает, что эту аптеку студенты просили очень долго на встречах с ректором. Но открыть ее было не так-то просто. Это вопрос, связанный с согласованием аренды с учредителем и подвесное учреждение Миноборнауки. Это, как правило, процесс долгосрочный. Плюс это все осложнялось различными пандемическими моментами, потому что это все-таки бизнес, и он должен быть таким успешным. Но, пожалуй, самая популярная витрина в этой аптеке на время сессии для студентов станет вот это. Седативные успокоительные средства во время сдачи зачетов и экзаменов, наверное, будут действительно самым ходовым товаром. Позавчера в Красноярске шел дождь, и казалось бы, что уже пришла весна, потеплело. В связи с этим и закрылся каток на острове Татышев. Он не работает уже третий день. Как мы видим, лед здесь еще есть, однако также есть и трещины, и неровности. В администрации Татышев парка сказали, что не все потеряно, и мы даже в марте еще сможем покататься с вами на коньках здесь. Лед немножко подтаял. Обычно у нас по понедельникам технический день, но наши специалисты приняли решение этот технический день, так сказать, продлить на вторник-среду. Вот сейчас занимаемся восстановлением покрытия. Сюда завозят воду, потом запускаем специальную технику, которая лед подрезает. В прошлом году в конце марта он закрылся. То есть все сугубо от погоды зависит. Если будет плюсовой февраль, он может в феврале закрыться. Если плюсовой март, то в марте. То есть будем работать, пока есть минусы. Сейчас сотрудники Татышев парка пытаются восстановить лед, сделать его гладким, в том числе и с помощью крупной техники. Они выравнивают лед. Но и возможно на этой неделе, когда на улице минус, мы все-таки сможем с вами покататься здесь. Но пока это не точно. Ну а если каток все-таки на острове не заработает, то здесь есть еще несколько разречений. К примеру, можно взять прокат вот такой вот прогулочный велосипед. Главное, одевайтесь потеплее, потому что погода нас в ближайшую неделю радовать не будет. Это была дежурная группа. Не забывайте звонить нам по телефону 202-22-22, а также отправлять фото или видео в Viber или WhatsApp. Ну а я поехал.